Добрый вечер, это новости на седьмом канале. Меня зовут Светлана Овсянникова и коротко главные темы выпуска. Руководство Татышев парка подозревают в коррупции. Да, были выявлены счетной палатой нарушения. У счетной палаты возникли вопросы о эффективности расходования бюджетных средств. Инновация театральной площади. Расскажем, какие еще улицы ждет благоустройство. И три десятка машин в одной аварии. Почему на трассе столкнулось такое количество автомобилистов? Неотремонтированные здания, нарушения в госзакупках и неэффективное расходование бюджетных денег. Счетная палата проверила Татышев парк. Выводы аудиторы сегодня представили депутатам горсовета, но их вмешательством вряд ли обойдется. К делу уже подключили Следственный комитет, прокуратуру и мэра Еремина. Что нашли проверяющие, знает мой коллега Илья Филонов. Он сейчас в студии. Илья, добрый вечер. Рассказывай подробности. Да, Света, ну на самом деле сегодня отчет аудиторов представили только общественности. А компетентные лица увидели его еще 15 января. Но накал вокруг того, что нашли аудиторы, вряд ли утихнет еще скоро. И вот почему. Сразу объясню. Проверяли муниципальное автономное учреждение, центр реализации социальных проектов. Известный по аббревиатуре МАУЦРСП. Они ведают островом Татышев, парком имени 400-летия, парком Сипсталь. И даже оказалась одна из баз отдыха на Шира в Хакасии принадлежит им. Так вот, за проверяемый период взяли весь 18-й год и первую половину 19-го. Оказалось, что в 18-м году руководство учреждения заключило 673 договора на сумму больше 700 миллионов рублей. Но в порядке конкурса разыграли только 6 контрактов. То есть без какой-либо конкуренции 543 миллиона рублей отдали единственному поставщику-подрядчику, с которым связывались напрямую. Другой пример нарушения нашли в части введения бухгалтерской отчетности, неправомерном использовании средств, недостачи. В результате сумма нарушений в этой части составила еще 139 миллионов рублей. Есть, конечно, и другие претензии, но спустя столько времени найти всех ответственных уже вряд ли получится. По данным учреждения, в связи с увольнением ответственных специалистов, применить меры дисциплинарного воздействия не представляется возможным. Однако вопрос об ответственности нами поставлен в представлении. А если так, то всю ответственность на себя должен взять директор. В проверяемый период, а это, напомню, весь 18-й год и половина 19-го, Центром реализации социальных проектов руководили двое. Это уже бывший руководитель Иван Браман и нынешний исполняющий обязанности с января прошлого года Максим Бархатов. Его-то сегодня депутаты и пытались призвать к ответственности. Однако, на удивление, Бархатов отрицать свою вину не стал. Да, были выявлены счетной палатой нарушения. Но сейчас, на данный момент, если говорить по 19-й год, мы переходим на 44-й федеральный закон. Соответственно, все будет торговаться в рамках закона, никаких вопросов нет. Да, нарушение было. Зато в каком тоне он ответил, знаете, такой чиновничьей риторикой. Вроде бы и по существу. Говорит, будут решения компетентных органов, будут предприниматься и какие-то действия. Но, по сути, по существу, Бархатов не стал объяснять, по какой причине и каким образом возникли все эти нарушения, хотя бы в период его руководства. И поэтому теперь депутаты горсовета намерены воздействовать на уже скандальное предприятие по-другому. Отчет разгромный, совершенно очевидно. И во многом, наверное, отражает то состояние дел, которое находится в предприятии. Ну, или находилось на момент проверки. Во-первых, мы сегодня обратились к главе города, указали сроки, в которые мы хотим услышать исправление этих мероприятий. И предложение контрольно-счетной палаты. Они все адекватные и правильные. И, как говорится, чтобы наверняка отчет аудиторов направили в прокуратуру и обещали продублировать в Следственный комитет и отдел по борьбе с экономическими преступлениями. И, надеюсь, Света, уже эти органы, пусть даже в рамках своих компетенций, но заставят руководство, неважно бывшее или нынешнее, решить следствие, ответить за каждый бюджетный рубль. Я тоже надеюсь. Спасибо, Илья. Напомню, это был мой коллега Илья Филонов с информацией о том, какие нарушения счетная палата нашла, проверив дирекцию Татышев парка. А сейчас о еще одном знаковом объекте Красноярска. Театральную площадь ждет реновация к юбилею города. Центр хотят привести в порядок как раз к 400-летию. Скорее всего, работы начнут в следующем году, а пока мэрия объявила архитектурный конкурс на лучшую концепцию. Предложения будут принимать в течение двух месяцев. После их рассмотрит специальная комиссия жестких требований к идеям. Участников не предъявляют, но обязательное условие не ограничиваться только театральной площадью. Техническое задание включили практически всю прилегающую территорию. Это левобережная набережная улицы Перенсона, Карла Маркса, Сурикова, площадь перед зданием мэрии. Также транспортную развязку, парковку в районе коммунального моста и надземный переход через Винбаума. Что касается основной изюминки театральной площади, я думаю, нет ни у кого сомнения, что хотелось бы, чтобы она выглядела поинтереснее в соответствии с пониманием требований к основной площади современного мегаполиса. Кроме того, есть технические проблемы, то есть тот же фонтан реки Сибири находится в ограниченном работоспособном состоянии. Участниками могут стать организации, которые занимаются разработкой проектов общественных пространств не менее 10 лет. Это значит, что молодых архитекторов работ не допустят. Добавлю, победители конкурса получат 300 тысяч рублей, за второе место положено 160 тысяч, за третье – 90. Итоги подведут 15 апреля. Также на врифинге Олег Животов рассказал о предложениях по застройке Стрелки. Он заявил, что глобального строительства на этой территории якобы не будет, по крайней мере, по генплану. Поэтому обсуждать пока нечего. Но напомню, соглашение о застройке Стрелки подписал мэр на экономическом форуме еще в марте прошлого года. А генплан Красноярска составляли несколько лет назад. Кроме того, чиновники планируют внести в него множество изменений до конца года. На это даже потратят 38 миллионов рублей. Но в одном чиновнике и сегодня точно уверены, в планах есть благоустройство набережной Качи. Мелкие работы проведут уже в этом году, а в следующем стартует более глобальный проект. Кроме того, в 2021 году планируют вернуть Красноярску пешеходный мост между Кицей. В БКЗ власти обещают, что в ближайшее время объявят конкурс на разработку проектной документации. В Красноярске участились случаи краж с банковских карт. В полиции рассказали, в день к ним обращаются по 3-5 человек. Схема стандартная. Владельцам карт звонят якобы сотрудники банка и под разными предлогами просят сообщить пароль и кодовое слово. Например, говорят, что кто-то пытается снять деньги со счета и службе безопасности срочно нужно проверить данные. Но деньги исчезают как раз во время разговора или сразу после него. Настоящие сотрудники банков говорят, что никогда не просят сообщить личную информацию по телефону. По каждому из этих фактов сейчас возбуждено уголовное дело. Проводится тщательное расследование, устанавливаются все обстоятельства, устанавливаются владельцы счетов, другие города, как правило, являются получателями денежных средств. К другим темам суд восстановил в должности директора школьного комбината питания Алену Ахвердиву. Напомню, против нее возбудили уголовное дело в апреле 2018-го. Полиция подозревала женщину в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиона рублей. Позже статью переквалифицировали на превышение должностных полномочий. В итоге, после судебных разбирательств Ахвердиву уволили из комбината. Однако в ноябре прошлого года она сама обратилась в суд. Бывший директор потребовала вернуть себе должность, а также денежную компенсацию. Деньги Ахвердива не получила, но кресло директора она все-таки вернула. Правда, приступить к своим обязанностям она сможет только после завершения расследования. Идем дальше. Огурцы и другие овощи в Красноярске скоро могут стать на вес золота. Они, а также перцы, пекинская капуста и кабачки уже подорожали на 30-15%. Ценники сегодня изменила одна из крупных торговых сетей. Причина – ограничение транспортного сообщения с Китаем из-за вспышки коронавируса. Поставки овощей и фруктов из Поднебесной прекратили с 25 января. Представители сетей отмечают, по некоторым позициям уже наметился дефицит и, как следствие, подорожание. Всего из Китая на местные прилавки привозили почти половину овощей и фруктов. Привычные огурцы и помидоры можно было компенсировать за счет поставщиков из соседнего Новосибирска. Однако теперь их продукцию хотят покупать и сети из Владивостока. Там, да, при остановке поставок из КНР, китайскими были почти все овощи и фрукты на прилавках. Ажиотаж очень большой, потому что если раньше, например, Новосибирск, он в основном реализовывал продукцию в ближайшие регионы, Дальний Восток в меньшей степени закупал, закупался из Китая, то сейчас, как я уже сказал, на Дальнем Востоке, в принципе, поставки 0% от импорта, да, и они вынуждены просто все свои объемы переориентировать, в том числе на Новосибирске. Там просто не ожидали такого роста. Большого выбора, по крайней мере, какое-то время не будет и среди дешевых яблок. Их тоже в основном привозили из Китая. Также пока не ясно, на кого заменить поставщиков помелы и болгарского перца. Есть альтернативы, например, и в Аргентине, однако очевидно, транспортировка через океан приведет к росту цены. Торговые сети успокаивают, планируют запускать для покупателей больше акций, чтобы с их помощью люди могли чаще экономить. А если вы стали свидетелем происшествия или у вас есть новости, присылайте их нам на Viber или WhatsApp седьмого канала. Номер телефона 8-391-2900-333. Мы постараемся вам помочь. В Красноярске скончался двухлетний мальчик с редкой болезнью. Он так и не дождался дорогостоящих лекарств. Малыш страдал спирально-мышечной атрофией. Эта болезнь поражает грудную клетку, сердце и опорно-двигательный аппарат. Когда недуг развивается, двигаться и даже дышать становится невозможно. Без наблюдения врачей и нужных препаратов люди с таким диагнозом умирают очень быстро. Сами лекарства стоят огромных денег. 40 миллионов на первый год лечения, 20 за последующие. Однако даже такой курс не всегда может помочь. Препараты останавливают прогресс болезни и частично восстанавливают здоровье, но полностью избавиться от нее нельзя. Мы пишем обращение в Минздрав, в больницу, также в соцсети. То есть пытаемся как-то достучаться до властей, что нам нужно лечение, что детей без поддержки оставлять нельзя. У кого есть возможность, многие семьи уже уехали за границей и получают лечение там бесплатно по страховке. У нас, к сожалению, в России пока такой практики нет. Редакция седьмого канала в свою очередь обратилась в Краевой Минздрав. Мы попросили их прокомментировать, почему мальчик так и не получил положенный ему препарат. Нам ответили, что причина в высокой цене лекарства и в том, что оно еще широко не применяется. Сегодня в Красноярске 16 пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Минздрав планирует включить их в программы по лечению и привлечь деньги благотворительных фондов. А через две минуты мы вернемся в студию и вместе с архитектором обсудим, какое место в Красноярске больше подходит для строительства нового ЗАГСа. Академгородок или район Базаихи. В этой студии продолжаем обсуждать предполагаемое место для строительства нового ЗАГСа. Наш гость сегодня архитектор Евгений Языков. Евгений Архадьевич, здравствуйте. Итак, все-таки... Добрый вечер. ...по вашему мнению, не могу не спросить, какая локация, по вашему мнению, подходит больше для этого объекта? Это Академгородок либо Правый берег? Я думаю, что кроме обозначенных вами площадок могут быть и другие варианты, не хуже. Но если сопоставлять конкретно вот эти две площадки, на мой взгляд, гораздо лучше Академгородок. И аргументы... Во-первых, Академгородок расположен на такой видовой площадке, и, в принципе, само это место — прекрасная локация для фотосессий. Вот, наверное, было бы неплохо иметь такую возможность для молодожен не колесить по всему городу, не стоять в пробках для того, чтобы провести фотосессию, а, может быть, на одной площадке сделать серию эффектных фотографий, которые будут ассоциироваться конкретно с нашим городом, с Красноярском, с его шикарными видами. А если говорить про Базаиху, то нужно понимать, что этот участок территории, он на сегодняшний день представляет из себя достаточно такую промышленную территорию, и статус этой территории в ближайшие лет пять, наверное, вряд ли изменится. Так а если там появится какой-то красивый облагороженный объект, и вокруг всё станет прекрасным? А рядом будут либо строиться дома в перспективе лет на пять, то есть рядом будет пыльная шумная стройка, рядом будет склад строительных материалов. Вот, на мой взгляд, тут есть риски конкретно у площадки рядом с Базаихой. А вот по поводу рисков в Академгородке не могу не спросить. Вы говорите, что хорошее место, чтобы сделать всё сразу, и зарегистрировать отношения, и сфотографироваться, да, классная локация. Тем не менее, а не получится ли так, что пробки будут потом из людей собираться, если каждый захочет сделать фотосессию, и которая будет ещё достаточно продолжительной? Тоже же может такая проблема возникнуть? Ну, транспорт считается, есть специалисты, перед ними можно поставить задачу конкретно, и выполнить расчёт, если потребуется где-то расшить транспорт, то можно это выполнить. А если, опять-таки, с такой же точки зрения оценивать площадку с Базаихой, вряд ли там ситуация лучше. Угу. А в каком стиле этот объект должен быть, по вашему мнению, вот исходя из требований современности? Ну, тут у меня есть определённые пристрастия, и я однозначно могу сказать, что, на мой взгляд, не должно быть никакой там псевдоклассики, это должно быть современное сооружение, современной стилистики, которая несёт на себе отпечаток времени нашего современного. И тут ещё нужно сказать, что, наверное, сам институт брака, он уже был достаточно серьёзно деформирован после революции. То, что было в дореволюционной России и то, что было в СССР, это две большие разницы. Но, соответственно, мы сейчас живём примерно в той же парадигме, что была в Советском Союзе. И отсылки к какой-то там классике, на мой взгляд, это будет не совсем правильно. То есть теоретически это может быть какой-то такой очень даже современный объект? Да, да, конечно. А опять же, по вашему мнению, что тогда может и, возможно, даже должно появиться рядом с ним? Рядом с ним, я думаю, что рядом с ним может появиться парк, могут появиться какие-то плоскостные сооружения, опять-таки для того, чтобы был классный вид. Смотровые площадки могут появиться рядом с ЗАГСом. И, в принципе, сам комплекс, он может иметь достаточно широкий набор функций. То есть тут может быть и небольшая гостиница, тут может быть и ресторан или несколько ресторанов, тут может быть несколько залов для того, чтобы можно было под различные форматы венчаний, венчание, чтобы можно было, допустим, проводить в этом же здании. Или там для других религиозных конфессий. Вот возвращаясь к стилям, да, опять, если объект будет каким-то, точнее, проектом, даже чересчур авангардным, ведь разные существуют, в Казани чаши, например, да, и так далее, как вписать его, чтобы он гармонично смотрелся в пределах Красноярска и не портил, опять же, и облик города, и не казался каким-то слишком ярким пятном? Ну, сложный вопрос, потому что, к сожалению, вот в нашем городе не отработаны механизмы. Если появляется какой-то более-менее выразительный объект, то это скорее исключение из правил, и либо это какой-то конкретно заказчик таким образом реализует свои амбиции, либо это происходит в режиме ручного управления власти, со стороны власти. То есть такого налаженного механизма, чтобы была поставлена задача получить уникальное здание, и этот механизм сработал, к сожалению, такого нет. Можно сказать о том, что есть процедуры архитектурных конкурсов, но эти процедуры, они пока в Красноярске не опробированы. Но самое сложное все-таки, каким образом отследить, чтобы архитектурная идея, если она качественная, чтобы она была качественно реализована. Как вот этот конкурс можно провести? Мне кажется, это же как один из вариантов. Как процедура проходит? Ну, тут на самом деле масса возможностей. И такие конкурсы, они проводятся по многим городам России. И есть конкурсы международные, есть конкурсы российские. Я думаю, что даже можно было бы на нашем, на Красноярском уровне, если организовать конкурс, то мы могли бы найти хорошее решение. Кроме этого, конкурс, он подразумевает обсуждение, в том числе и обсуждение с горожанами. То есть люди могли бы высказать свое мнение, и этот проект мог бы получить широкую поддержку. То есть такой вариант возможен? Да. Спасибо большое, Евгений Аркадьевич. Напомню, у нас в гостях был архитектор Евгений Зыков. И мы говорили о том, какой ЗАГС нужен Красноярску. Я напомню, на сайте Седьмого канала продолжается голосование за лучшую площадку для строительства дворца бракосочетания. Выбрать нужно из двух вариантов. Это участок в Академгородке, чуть западнее храма, и место на правом берегу, в районе Базаихи, недалеко от Платинум-арены. По-прежнему лидирует вариант 2, за него проголосовали 60% красноярцев. Но все еще может измениться. Итоги подведем 14 февраля, в День всех влюбленных. Массовая авария, которая произошла недалеко от Красноярска, после рекламы не переключайтесь. Массовая авария из почти трех десятков машин произошла сегодня возле деревни Сухая Балка, недалеко от Красноярска. Виной всему туман и скользкая дорога. Судя по кадрам с регистраторов очевидцев, видимость на дороге была практически нулевая. По информации ГИБДД, одновременно произошло 7 ДТП с участием 29 автомобилей. Движение было перекрыто в обоих направлениях. На месте работали сразу несколько нарядов ДПС. Жертв нет, но два человека обратились за помощью в больницу. И во второй половине дня движение восстановили. Сотрудники ГИБДД задержали водителя 61-го автобуса. По мнению инспекторов, он был под действием наркотиков. Правоохранители засомневались в трезвости мужчины после проверки общественного транспорта на конечное в солнечном. Однако водитель прошел тест на алкоголь, а затем даже согласился проехать в наркологический диспансер. Уже в больнице он отказался от тестирования. Добавлю, в кабине маршрутки полицейские нашли сверток с подозрительным веществом, его отправили на исследование в лабораторию. Сейчас на мужчину завели административное дело, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года. Как наказать перевозчика, на которого работал водитель, полицейские пока решают. И теперь информация о погоде в пятницу 7 февраля в Красноярске. Облачно, без осадков, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ночью минус 7 градусов, днем около нуля. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333, присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наш вайбер и ватсап номер 8-391-2-900-333, а также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работала Светлана Овсянникова. Хорошего вечера и увидимся на седьмом канале. Светлана Овсянникова.